Театр Театр, конечно, явление, выходящее далеко за рамки самого театра как такового. Есть театр как вид искусства, и есть другие ипостаси театра. Театр как вид искусства существует в классическом виде, в буржуазную эпоху. Театральное, зрелищное предприятие. Приходят люди, получают удовольствие, смотрят на актеров, начиная с эпохи классицизма и дальше. В сущности, шекспировский глобус — это театр. Уже Шекспир говорил, что весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои выходы и уходы, и каждый не одну играет роль. Значит, всегда это стейдж, акторс, воспринималось еще в политике, как мировая сцена, расстановка актеров, игра. В играх есть фигуры, варионетки, в них есть люди, которые сами играют, акторы. В них есть режиссеры, и в них есть мастерс оф гейм, мастера правил, которые они создают, мастера игры. Это уже, конечно, все адресует к постмодернизму и более сложным формам. Не искусства, а политики, в которых разрабатывается понятие большой игры. Это весь мир, и этим занимались очень многие из эпохи Джона Ди. Вы знаете, кто такой вообще агент 007? Вот Джеймс Бонд. А кто был первым агентом 007? Был Джон Ди, который так подписывал свои донесения Королеве Израиле, я первый. Вот это все гейм, игра, актеры, роли, режиссер, расстановка фигур, фундаментальная игра, как противостояние истории. Это тоже гигантский пласт. Следующий пласт — это так называемое общество спектакля. Общество спектакля — это общество всеобщих имитаций. Это ситуация, при которой нельзя понять, что такое образ и что такое фигура подлинная. Это проблематизация подлинности. Смотрю в телевизор честными глазами, говорю что-то, а на самом деле может и мирозавец. А черт его знает, топтер. Заметьте, с какой радостью сейчас у нас роли в спектаклях начинают исполнять политики. От Хакамада до Жириновского. Всем хочется поиграть в этот спектакль, потому что все чувствуют, что новая элита превращает политику в шоу и низводит политика, как властелина, до шоумена. Но этим самым новая элита, не только медиа элита, но и другая, выдвигает на пустое место, святое место пусто не бывает, на роль властелина кого-то еще. Значит, не политика. Общество спектакля — это общество, в котором политиков низводят, а на их место ставят кого-то еще. Глобальных игроков нового типа. Они еще даже не видны до конца, назовем это глобальной элитой или как еще. Но это еще будущее. Пустосмодернизм — это называется смерть политики. Он говорит о том, что политика умирает. Все становятся какими-то куклами, полубезжизненными куклами на политической сцене, похожими друг на друга, лишенными проектов, крупных идей. Сколько всякого плохого можно сказать о Ленине? Частично оправданно, частично не оправданно. То, что во время эсеровского мятежа он посылал части армейские и отвлекал ресурсы на строительство Волховской электростанции, ну это же сумасшедшая вещь абсолютно. Вот можете сейчас себе представить? Он на грани гибели. У него мятеж. У него стрельнули. И все остальное. И тем не менее начинается строительство Волховской электростанции. Насколько же он уверен в своей победе? Насколько для него эта победа связана с какими-то заморочками, развитием, предположим, или чем-то еще? Что он отвлекает все ресурсы от решения конкретных политических задач сегодняшнего дня. Он же мог сказать, да ладно, потом. Сначала победим СССР, потом победим Деникина, потом будет суп с котом. Он говорит, нет, сейчас, немедленно. Это люди, сжигаемые некими великими идеями, ложными, неложными. Но они ими сжигаемы. Сегодняшний политик, мысли этот выборов до выборов, он игрок, вписанный во всю эту, так сказать, калькуляцию. Он сам понимает, что его двигают. Их называют королями президентов США, но тут же говорят, что есть кингмейкеры. И вообще вся эта политика оказывается приправой к большой элитной игре, к большому глобальному проферансу, в котором решаются совершенно другие вопросы. Совершенно не вопросы о том, так сказать, как будут разложены национальные интересы. Глобальным пассианцам, какие-то национальные интересы подчинены большой игре с огромными целями. Ну, например, развиваться ли всему человечеству? Казалось бы, весь проект модерна, все, что происходило в предыдущие века, говорил о том, что надо развиваться. Все. Африканцев будем развивать, латиноамериканцев. Всех будем развивать. Подтягивая до уровня белого человека, Киплин писал, пищите, несите бремя белых, сумейте все стерпеть. Он был поэтом колониализма. Смотрите, он говорил о бремени белых. Теперь наступили эпоха римского клуба, сказали, как это всех будем развивать? Полтора миллиарда китайцев будут иметь коттеджи, машины и все прочее. А энергия откуда? Индийцев еще миллиард. А если они все так разобьются, то где будут Соединенные Штаты и Запад? Не, не, не надо. Так появился на сцене игрок под названием глобальный ислам. Он появился в связи с тем, что никто не хочет в новой игре развития для определенных регионов мира. А все говорят, хотим. Но только вы развивайтесь демократически. А в мире никто не развивался демократически. Функционировали демократически, многие развивались иначе. Что, французы при Рабиспиеле и Наполеоне развивались демократически? Юго-Восточная Азия развивалась демократически, Китай сейчас развивается демократически. Америка при Линкольне развивалась демократически, угробили несколько миллионов людей. Почему? Потому что не было возможности развиваться, пока были утифунди и рабы. И так далее. Мир в основном развивается недемократически. Значит, как говорят, вы только демократически развивайтесь. А еще вы все экологические технологии применяете, ну пусть у вас будет промышленный рост. Говорят, а как мы это будем делать? Мы бедная страна. Нет, нет, экология прежде всего. Это значит, что людям говорят, не надо развиваться. Но это же большая игра. Не надо развиваться. Что делать? Посреди всего этого дела стоят люди с некими метафизиками, с некими представлениями о должном, с некими целями. Либо трансцендентальными, либо в другом случае проектными. Это они видят мир каким-то определенным образом, не таким, как сейчас. И все эти группы, кем бы они ни были, они по-своему мистичны. И в каждой из них имеет свою мистерию, то есть свой внутренний театр. Значит, вовне она играет театр как паблик, а внутри себя она играет другой театр. Это два разных театра. Не может быть никакой общности такой эзотерической, плотной, ну как ее сказать, там элитно консолидированной, без внутренней мистерии. А эта внутренняя мистерия должна быть материализована в каком-то театре, как бы он себя ни называл. А что пляски дервишей, это не спектакли. А вот когда я видел, как молятся Кали на юге Индии, это не спектакль. Это все действо. Театр, это ведь очень тонкое явление. Театр единственный имеет магические корни. Всегда театр был скрытой такой тайной, эксклюзивной площадкой, на которой реализовывались мистические таинства разного типа и все прочее. У него есть эта ипостась. И у него есть еще одна ипостась, о которой мало говорят. Это так называемый паротеатр. Развиваться это начало в 60-е годы, в основном после революции 68-го года во Франции. Когда вдруг началось разочарование во всем, что касается левого, во всем, что касается будущего, началась консервация, так сказать, триумф всяческого консерватизма и всего прочего. В этой ситуации возник фундаментальный вопрос. А возможно ли мистерия 21-го века? Некое таинство, которое будет не строго религиозным, но там литургией, христианской церкви или какими-то там суфийскими мистериями, рядом с исламом, танцами бекташей или чем. Телемагическими плясками шаманов. А вот может ли театр открыть мистические тайны для светского человека? Возможно ли таинство в 21-м веке, ориентированное на культ науки, на какого-то человека будущего, на погружение в глубь сознания и все прочее. И это было несколько людей, с которыми я либо был знаком, либо очень близко соприкасался. Это я же Гратовский, великий польский режиссер. Это у Женио Барба, каким-то краем к этому относился, конечно, Питер Брук, но Питер Брук довольно быстро ушел в классический театр. А эти люди искали от актера явление, которое когда-то Вахтангов называл самовыявлением. Это не самовыражение, нельзя путать эти вещи. Самовыражение – это вы что-то знаете о себе и хотите донести до зрителя. А когда есть некая тайна, в которую вы погружаетесь и открываете самого себя для себя, то вам плевать, есть этот зритель или нет. Вам плевать, так сказать, будет у вас успех или нет. Вы мысль разрешили. Вы вдруг поняли что-то о себе самом. А по этому поводу существовала психологическая драма Марино. Существовали гигантские программы, связанные с исследованием мозга на Западе. И театр органически вписан во все это потому, что он не литература. У него есть корни, так или иначе, адресующие к шаманским пляскам. Значит, он есть как классика, он есть как великая игра, он есть как паротеатр, и он есть как общество спектакля. И мы можем рассмотреть все эти ипостаси, и если мы рассмотрим их вместе, перед нами откроется великая тайна театра, которая сейчас для многих закрыта.